60 секунд на сборку, и это не предел. 9-летний Матвей Левченко ставит личный рекорд по сбору кубика Рубика. Увеличение, которое недавно пришло к мальчику, помогает ему с пользой проводить карантин и школьные каникулы. Матвей признается, собирать кубик куда интереснее, чем сидеть в гаджетах. Однако справедливости ради стоит отметить, что гаджеты Матвей все же берет в руки, но только для того, чтобы узнать что-то новенькое по своему увлечению. За скоростной сборкой кубика Рубика следила Мария Даник. У меня есть кубик-пирамидка, есть кубик 2х2, 3х3х3, круглый и 1х3х3. 9-летний Матвей Левченко с гордостью представляет свой арсенал кубиков Рубика. Осознанное увлечение сборкой на скорость, признается мальчишка, пришло к нему в конце прошлого года. Мне дедушка помог, он мне показал схему, я ее начал учить, а потом начал ее применять в действиях. Получилось не сразу, но сейчас это уже не просто увлечение. Матвей ставит личные рекорды и старается обогнать мировых лидеров. Для этого у него есть самое главное – огромное желание и профессиональный кубик, который крутится лучше других благодаря своей конструкции и специальной смазке для лучшего скольжения, а также магниты в каждом элементе. Во время съемки ставим эксперимент. Время пошло. На сборку кубика у Матвея ушла 1 минута и 16 секунд. Лучший результат в копилке – 1 минута. Во время вынужденного карантина и школьных каникул планирует улучшить свой результат. Для этого у Матвея есть секрет по сборке, которым он с удовольствием делится со всеми. Все собирают пока, ну вот это вот называется ребра, их пока все собирают, потом распределяют по центрам. Вот какой цвет, допустим, вот белый-синий, значит надо к синему центру. А я их, допустим, сразу собираю, чтобы это было быстрее. Увлечение Матвея поддерживает его мама. Собственно, она и привела любовь к этому виду спорта. Ну, как-то так получилось, что я всегда покупала ему всевозможные головоломки прямо с самого раннего возраста. И кубик оказался, кубик Рубика оказался в нашем доме где-то, когда ему было года 3. И он им так заинтересовался, что в любом месте, в любое свободное время, если все дети сидели в планшетах, у нас это было запрещено, он сидел с кубиком Рубиком. То есть он его не умел воссобирать, ему просто нравилось крутить, он пытался понять механизм. И были такие случаи, когда я отправляю его в маленьком возрасте спать, захожу через какое-то время в комнату, а он под одеялом с фонариком лежит и собирает кубик Рубика. То есть у кого-то в нашем детстве были книжки, у моего ребенка это кубик Рубика. Сейчас у Матвея появилось еще одно увлечение. К 9 мая он снимает реконструкцию 28 панфиловцев. Мне нравится все, что связано с Лего и Вторая мировая война. Поэтому я захотел все вместе связать и получилось Лего Вторая мировая война. У каждого элемента после завершения съемочного дня свое положение. Менять строго запрещено. Сейчас работу над мультфильмом Матвей ведет в одиночку. Говорит, что в будущем понадобятся голоса для озвучки. Кто этим займется, пока не думал. Сначала нужна качественная картинка. Мария Даник, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова